В Ярославле прошел всероссийский турнир по бодибилдингу и фитнесу. Столица Золотого Кольца принимала несколько регионов. Насколько успешно показали себя горожане в первую очередь. Об этом и не только расскажут мои собеседники Алексей Борисов, президент Ярославской областной федерации бодибилдинга, и Владимир Хватов, абсолютный чемпион в категории юниоры бодибилдинг, серебряный призер в категории бодибилдинг до 95 килограммов. Вы смотрите программу «На повестке дня» на городском телеканале. Я Илья Барабанов. Здравствуйте, Алексей, Владимир, приветствую. Добрый день. Владимир, во-первых, поздравляю с победой. Как думаешь, чего не хватило все-таки для того, чтобы было два первых места? Еще раз здравствуй, добрый день. Ну, я думал с этим вопросом тоже после соревнований. Хочу, во-первых, сказать слава благодарности тем людям, с которыми я стоял на сцене. Да, они очень опытные в плане соревновательного какого-то опыта во всем этом. Но по сцене и по своей какой-то кондиции, форме я не терялся, так скажем. Конкретно что не хватило? Ну, думаю, может как-то не подвелся, не довелся. В плане своей формы, да, были очень такие опытные мужчины в моей категории, с которыми было очень отлично конкурировать. Ну, думаю, после соревнований мы с Тениным сделаем выводы, выстроим четкий план, по которому будем дальше готовиться. И сделаем работу над ошибками. Конечно, без этого никуда. Вот. Так что будем выстраивать план и дальше идти к подготовке к следующим соревнованиям. К первым местам, самое главное. Конечно, это безусловно. Алексей, ну вы со стороны видели выступление Владимира, и вот что можете прокомментировать? Ну да, ну я выступление наших спортсменов старался отслеживать, хотя я постоянно был в какой-то динамике, в движении. Я просто хочу объяснить зрителям, что Алексей, собственно говоря, организатор всего этого турнира. Да, и вот поэтому старался наших спортсменов смотреть со стороны, для того, чтобы потом дать им какую-то оценку, свою видение их формы. Владимир выглядел очень достойно. Он обошел много очень сильных соперников. Конкуренция в их категории была очень серьезная. И проиграл он спортсмену, который имеет уже очень большой соревновательный опыт, очень много титулов занимал. Поэтому на фоне его опыта, его статуса, его заслуг предыдущих, ну и формы, соответственно, он был в очень хорошей форме точно так же. Володе надо немножко быть пожестче, немножко покачественней. И тогда я уверен, что в ближайшем будущем победы не заставят себя ждать. И не скромничать на сцене, так, пововеренней. Ну, я скажу, что на сцене я прям не такой уж там скромняга парень. Это мне все говорят. И это видно от реакции самих зрителей. Когда выходишь на сцену, начинаешь заводить, они начинают тоже так как-то радостно реагировать на все это. И мне сам тренер Иван говорит, что ты прям, ну, не боишься сцены прямо. У тебя в глазах жар, огонь и все. И ты прям на сцене, молодец. Каратейничка, то есть не минут на 40. Почему именно этот вид спорта? Не знаю, почему там ни каратэ, ни лыжи? Это как-то, так скажем, судьба подвела все. Ну, я не думал об этом вообще никогда. Если бы мне сказали бы в 14 лет, когда я был молодой и только начал заниматься, сказали, что вот ты будешь выступать, и вот и по каждой фотографии, скажем, грубо говоря, с первых моих соревнований, что это вот твои первые соревнования, а это вот сейчас твои соревнования, это ты? Скажу, не может быть. Вы что? Это я? Нет, перестаньте. Да, не скромняшка, действительно. Алексей, в какой раз уже проводили в Ярославле вот эти соревнования? Они ведь, по-моему, и весной все не проводятся. Ну да, я руковожу этой федерацией уже два года почти, без малого соревнования, которые непосредственно организовываю я, это в нашей федерации уже четвертые. Но в этом году мы решили выйти за рамки общепринятых правил, проводить не просто кубок или чемпионат, который проходит осенью по бодибилдингу, а решили сделать всероссийский турнир, более масштабный турнир, который привлечет интерес не только спортсменов ближайших регионов, но и выйти далеко за их пределы. И нам это удалось. К нам приехали спортсмены из других регионов, из других республик. Даже. Да, из других республик. Участников было, к сожалению, не столько, сколько мы хотели. Было около 200 человек, хотя мы рассчитывали, что будет где-то 300. Но виной тому злосчастный коронавирус, который сейчас всех покосил, все люди боятся, да, лишние передвижения, лишнее скопление людей. И, к сожалению, поэтому многие спортсмены просто к нам не поехали по боязни вот этой пресловутой болезни, да, которая сейчас со всех СМИ везде звучит. Ну, тема номер один. Согласен. Поэтому, но более того, сейчас есть вероятность того, что турниры вообще будут запрещаться любые. И они уже начали закрываться как в Европе, так и в России. Многие турниры уже закрываются, которые были заранее стояли. Ну, вот волейбольная лига нации, например, отменена в Гераславле. Чемпионат мира по футболу отменили. Поэтому мы еще успели провести, у нас были спортсмены. Я считаю, что уровень организации соревнований был неплохим. Я, как организатор, понимаю, что можно было сделать гораздо все лучше, больше. Поскольку я, как организатор, хотя многие там выражают свои какие-то эмоции положительные, что все было здорово, все классно, я вижу недостатки. В первую очередь, я вижу то, над чем надо работать. И это вот вы к себе, в первую очередь. Конечно. В первую очередь, я нахожу недостатки. Я считаю, что это моя недоработка. Я стараюсь делать выводы, и все это в будущем я буду обязательно устранять. И поэтому я уверен, что наши следующие соревнования будут однозначно лучше по уровню развития, качества, смотрибельности, зрелищности, чем вот эти. А судьи кто? И вот хочется понять все-таки, на что судьи обращают внимание. Почему кто-то получает первое место, кто-то второе, а кто-то вообще остается без призов. Ну, смотрите, поскольку бодибилдинг – это субъективный вид спорта, да, там нет очков, голов и секунд, но есть определенные критерии. Во-первых, бодибилдинг – это не только большие мышцы. Сейчас вообще направление бодибилдинга и фитнеса стало очень широким и доступным, скажем так, простым людям, которые только начинают заниматься. Появилось множество номинаций и категорий, в которых могут выступать люди, которые не хотят иметь большие мышечные объемы, да. То есть там девочки или мальчики хотят просто иметь спортивную форму. И поэтому сейчас появились номинации фитнес-бикини, номинации велнос, номинации пляжный бодибилдинг, где, в принципе, человек может подготовиться там за полгода, да. Более того, мы впервые вообще в нашей практике и одни из первых в стране ввели номинации новичков. То есть это люди, которые выступают на соревнованиях вообще впервые в своей жизни. И поскольку им тяжело конкурировать с более опытными спортсменами, и они боятся этого, да, мы дали им возможность выступать в отдельных номинациях. И, соответственно, выступив там, если они входили в призовую тройку, они были спокойно, могли перейти в категории уже более серьезных соперников и пытаться бороться с ними. Ну а вот а сколько они должны заниматься, на ваш взгляд, для того, чтобы в новичках быть? Ну я думаю, что полгода это, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы человек мог подготовить форму. Вообще с нуля, в принципе. Вы ведь сейчас не выступающий. Как вам сказать? Я очень долго был выступающий. Ну то, что очень долго, это понятно. И у меня до сих пор есть желание выступать. Просто сейчас я вот настолько отдался вот этому делу организации, да, и я хочу делать это дело хорошо. У меня просто физически пока нет возможности для того, чтобы готовиться к соревнованиям, для того, чтобы конкурировать в современном бодибилдинге. Выступать ради галочки я не умею и не хочу. Правильно. Вот. Поэтому, как только... Но вы как понять, что вот надо поставить точку, 90 невозможно? Я не хочу ставить точку. Я не буду ее ставить. Я уверен, что через какой-то там промежуток времени, может быть год, а может быть через два года, я выйду на сцену, и я буду выступать дальше. Я думаю, у Алексея совершенно сейчас больше идет на организацию соревнований. И когда он захочет, когда он поймет, что можно выступить уже и подготовиться, он сделает хорошую форму и начнет. Я считаю, что работа в федерации это как бизнес. Если его выстроить грамотно, то он будет работать без руководителя. И вот когда мы сможем сделать так, чтобы федерация могла функционировать и без руководителя, то тогда я смогу спокойно заняться своей собственной подготовкой. То есть моя задача на данном этапе выстроить такую работу команды, поскольку федерация это не президент федерации, это целая команда людей, которые помогают организовать соревнования, мероприятия, их проведение. То есть это целый штаб. И вот когда эти люди смогут работать без непосредственного участия руководителя, но возможно просто с корректировкой какой-то, то тогда я буду со спокойной душой заниматься какими-то своими делами, своей подготовкой, выступлениями. И я буду уверен, что все будет крутиться, вертеться, все будет замечательно и прекрасно. А вот советы можете дать новичкам, тем, кто уже давно, например, в этом виде спорта, но пока еще не решился выйти на сцену. Совет какого плана? Ну вот, например, если ты занимаешься игрой на фортепиано, тебе нужно как минимум пару часов в день играть. То вот здесь каждый день нужно заниматься бодибилдингом, то есть тренировками. Ну, смотрите, вообще бодибилдинг – это не только тренировки. Вообще это здоровый образ жизни, как бы, да, там, фитнес. Это образ жизни, в первую очередь. Если человек хочет какие-то занимать места, выступать на соревнованиях, он должен подходить к этому очень серьезно. И для того, чтобы получить достойный результат, нужно вкладываться полностью. Это как в любом деле. Если человек пытается делать это так в полсилы, то результат он получает соответствующий. Что касаемо тренировок, то, в принципе, достаточно трех-четырех тренировок в неделю новичку. Ну и плюс соблюдать… По сколько? Ну, час, да, наверное? Час, да. Ну, с аэробными нагрузками полтора часа. И соблюдать правильный рацион питания. То есть питаться качественной пищей, стараться по возможности есть фастфуд, сладкое, жирное, мучное. И тогда все в его руках. Ну, и желательно найти хорошего, грамотного наставника. Да, конечно. Потому что ведь тоже можно там настроить себе, в кавычках. А, как правило, даже если человек имеет хорошую форму, он может испортить эту форму своими какими-то манипуляциями в последние сутки. И даже опытные спортсмены не раз на этом подскальзывались. Когда оставались сутки, они начинали мудрить с подводкой к соревнованиям и портили всю свою форму. То есть их заливало, у них качество их формы становилось гораздо хуже, и люди проигрывали просто… Достаточно суток буквально, да? Да, достаточно даже нескольких часов. Если неправильно поесть и попить, то форма уходит вообще моментально. То есть вот так организм быстро вообще… Да, реагирует очень быстро на всё, да. Ну, возможно, вы даже по себе замечали, что иногда какой-то стресс вызывает какие-то отёки, да, сразу. То есть форма тела меняется, там самочувствие меняется. Ну да, да, да. Как только меняется самочувствие, к нервной системе привязано всё. И начинает вырабатываться кортизол, организм начинает задерживать жидкость, форма совершенно тут же на глазах начинает меняться. Владимир, последний вопрос, коротенько. Вот всероссийский турнир, дальше какие планы? Куда-то поедете выступать, естественно, поедете. Куда? Почему вы готовите? Стартов так-то помимо очень, кроме Мирославля, очень много. Календарь обширный. Главный старт у меня – это Россия, город Юмень. Когда? Россия с 16 по 20 апреля. Будем надеяться, что ничего не сорвётся из-за коронавируса. Вот, да, вот надеемся, что не сорвётся, и я всё-таки поеду. И будем надеяться на первое место. Будем ждать тогда в студии вас. Спасибо огромное за то, что уделили время и пришли. На мои вопросы отвечали Алексей Борисов, президент Ярославской областной федерации бодибилдинга, и Владимир Хватов, абсолютный чемпион в категории юниоры бодибилдинг, серебряный призёр в категории бодибилдинг до 95 килограммов. Вы смотрели программу «На повестке дня». Мы в эфире с понедельника по 4, 19.15, только на городском телеканале. Через пару минут я, Илья Барабанов, начну подводить первые итоги дня, но, соответственно, не прощаюсь.